МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой неделе в сквере Эльдара Рязанова открылся сезон кинопоказов под открытым небом. На экране можно увидеть любимые советские фильмы. 4 мая в 17.00 покажут фильм «Трое в лодке, не считая собаки». О приключении трех друзей англичан, которые решили отправиться в путешествие по Темзе, прихватив с собой собачку по кличке Монморенси. А 5 мая покажут сказку «Варвара краса, длинная коса». Добрая история со счастливым концом идеальна для семейного просмотра. Показ начнется в 15.00. В субботу Центральная городская библиотека имени Надежды Крупской проведет первую в этом летнем сезоне прогулку в рамках цикла «Мои шесть рукопожатий». Ее проведет доктор филологических наук, краевед, журналист и ведущий телеканала «Самары ГИС» Михаил Перепелкин. Экскурсия будет посвящена памяти Бориса Кожина, кинодокументалиста, корифея самарской журналистики и летописца «Самары». Он оставил после себя большое культурное наследие. И эта прогулка поможет участникам увидеть любимую Самару его глазами. Старт экскурсии в 18.00. Музей галереи «Заварка» также подготовил новый пешеходный маршрут от Маштакова к Залесову «Доходные дома Самары» и презентует его 5 мая. Участники прогулки узнают историю постройки и функционирования доходных домов, обратят внимание на их архитектурные детали, а также получат небольшой подарок от «Заварки». Экскурсия начнется в 15.00. Место сбора – Самарская 207А. Выставка «Сохраняя память» в детской картинной галереи рассказывает, как во время блокады жители Ленинграда сохраняли полотна великих художников, другие экспонаты Эрмитажа и интерьер зданий музея. Экспозиция состоит из двух частей – исторической, в которую вошли документальные фотографии о повседневности и подвиге жителей блокадного города, предметы военного времени, письма, открытки и современной, в которой дети, ученики художественных школ Самары, рисуют события Великой Отечественной войны. Выставка открыта до 26 мая. С графиком работы можно ознакомиться в группе галереи ВКонтакте. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова